Субтитры сделал DimaTorzok Привет! Сегодня мы с Надюхой вдвоем в лесу. В лесу мы ненадолго, так как идем на реку. Оставляем здесь мотособаку, дальше пешком через землянку. Так быстрее получится в любом случае. У меня для вас есть такая не совсем веселая новость. Филиппона мы отдали в хорошие руки, очень хорошо знакомому человеку. Так что связь с ним есть. Отдал. Жалко с одной стороны, а с другой стороны. Просто я понимаю, что через два месяца это будут две здоровые собаки. И веселого в этом будет мало. Просто это перебор. Когда Надюха будет постарее, возьмем себе от нее молодого, оставим пёсика. А так пока не вижу смысла. Это... Ну, реально две больших собаки это ни к чему. Вот просто ни к чему. А там мы будем знать, как с ним, что с ним. Уже звонили, все объясняли. Ну не звонили, писали. Ладно, короче говоря, это грустная, конечно, история. Маленько так. С одной стороны, да, печально. Маленький, так интересно поиграться. А с другой стороны, ну, так вот. Надо было... Мы, в принципе, их оставляли, чтобы отдать кому-то. Просто маленько попрелось. Но, все равно, попрелось-то больше вам, наверное, даже. А я-то все равно буду с ним контролировать его существование. Ладно, друзья, сейчас на рыбалку. Надюха, в принципе, не печалится. Она не видели, как его передали. Ехали на машине. Отдали тихонечко. Нагуляла в это время где-то. Уехал он в корзинке к новым жильцам. Жить будет в нашем городе. Ничего страшного. Можно будет в гости сходить при желании. Добрались мы на землянке. Небольшой перекур. Видите, навес сломался. Сейчас сильнейшие были метели. И этим всем хозяйством у нас маленько подсложило тут навес. Но я хотел вообще его убирать. Потом оставил. Так что... Он все равно... Нафиг тут не нужен этот навес. Для дров у нас теперь есть сарайчик. А это было лень убрать. Сейчас поесть не уберем его. Так. Что хотел еще сказать. У нас там на месте уже есть какой-то рыбачок. Но это ничего удивительного. Там, где я рыбачиваю, этот пятак уже полностью разбуден. Издалека подъезжали к реке. Видели. Почему ничего удивительного? Потому что вот я уже скоро 10 лет, как снимаю ролики. Могу сказать точно. Если я даже сниму фейковое видео на каком-нибудь болоте, канале. И хотя бы там несколько рыб покажу, как я типа поймал. Туда в любом случае в течение недели кто-нибудь придет попробовать половить рыбу. Так что ничего удивительного. Места узнаются местными рыбаками. И это всегда было и будет. Ну, мне не жалко рыбу. Мне вообще ничего не жалко. В принципе, пускай рыбачат. Для меня вообще рыба сейчас она и нафиг не нужна. Маленько что-то потренироваться. Маленько отдохнуть. Разнообразие. Другое место, мол, где ничего не подойдем. Поищем. Поймаем, не поймаем. Вообще пофиг. Вот там какие-то прям ветки натыканы. Все приготовлено. Видимо, там места катастрофически мало сейчас для рыбалки мне. Поставушки какие-то стоят еще. Все там оккупировали полностью. Ладно, пойдем, разберемся. Нет, пойдем дальше кое-нибудь. Да? 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 Продолжение следует... 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 Это был Кубок Кировской области Там посмотрим Да, я не говорю, что я там Обещаю, что залезу медали Но буду стараться Я на том воде занял третье место в личке И команда мы там слетели Потому что команда была у меня там Славовата В этом году команда Я бы не сказал, что слабая Команда подходящая Посмотрим, мне все зависит от меня От команды много тоже зависит Так что как-то так Не знаю, с кем вы меня путаете Ну там Обзывательство, они летели раньше Там неудачники, подобное Ну это нормально Это мне даже нравится Это меня заводит В плане того, что в этом году выступали Стали хуже, я и команда Но это уж Точно не так Потому что Ну я объяснил почему Какие соревнования были Единственные, выездные Вот сейчас мы съездили без медалей Да И я в том числе Так Пока Тьфу-тьфу-тьфу Уступаем лучше И как я объяснял Сейчас по соревнованиям Сейчас будет первый Движайший в эти выходные Кубок Кировской области А дальше Кубок России Куда мы поедем уже Думя составами Кировской области Я еду в первом составе Кому интересно Это уже Вам знакомые будут люди Кстати Кто смотрит за мной Это буду я Гриша Фурлет Андрей Куршов Антон Бакин И Артем Мясников Это первый состав По второму составу Ну там вы видите на месте Я покажу вам всех Грубо говоря Меня состав полностью удовлетворяет Меня устраивал полностью Неудовлетворяет Удовлетворяет Тогда когда Есть какие-то недочеты Там состав просто у нас Я считаю идеальный Лучше бы на данный момент Нам не собрать было бы Выступить надо Постараться достойно Едем в Тюмень Кто не знал Так что Вот там главный старт А остальное все так Да В Сатарстане В этом году не повезло Зато в прошлый год Единственная медаль Которая была с выезда Это именно Сатарстана Третье место команды Но был водоем другой По тому как мы выступили Я сказал что Объясню я свой отчет Еще сделаю на втором канале Это все останется За соревнования поняли Вроде все я объяснил Доходчиво Пока Выступаем лучше чем Прошлый год В любом случае Как ни крути А теперь Сюрприз Еще вчера С Найдой Мы сходили на почту И забрали вот такую посылку Я ее еще не распечатывал Вот такая посылка Увесистая Я знаю что там А вам Расскажу об этом Уже когда доберемся домой Это небольшой А хотя бы не буду рассказывать А то переключитесь Так что смотрите Распечатаю Вы видите сами Домой доберемся А там все покажу Это Найда уже близко орет Найда Открывается она Телефону отдали Сейчас она за белками гуляет Она понимает Когда первую собаку отдали Первого щенка Она мне кажется Даже не против Они поддостали ее конечно Взрослые уже собаки Песики такие Я один уже подростан Ее поддостал А сейчас она хоть Чувствую себя В тонусе Она сейчас уже в лес Когда я выезжаю Наперед меня мчит И я ее на собаке Так мгнать не могу никак У нее сейчас заряд такой Вот на эти На прогулки на всякие Так что А с Филипоном друзья Мы говорю еще Я потом на фотографиях Надеюсь мне пришлют Я вам в ролик ставлю Когда подрастет Напишу Зовут Серега Изо Семен Кстати кто узкие Могу знать Его Кто знает Из вас Можете с садьбе Сходить и посмотреть На Филипона Вживую Так Это не бежит Ей тоже по сугробам Не совсем удобно бежать Она сейчас Когда ехали сюда Она меня ждала Чтобы я на собаке Вперед ехал Чтобы потом За мной бежать Зная что По следочку Все таки удобнее бежать А сугробам Вот на милов Пока мы ездили в Татарстан Уже в границу Кировской области Подъезжали Там такое происходило Надо было тоже поснимать Просто яишка В чистом поле Дороги не видать Все перетянует Такая пурга Киров приехали По колено снегу В городе Домой приехала Такая же история Все замелу Февраль 1 февраля Возвращаюсь Домой как раз таки Все это происходило Февраль Такой и есть Месяц Интересный Но красиво Ну что ж Будем тихонько Домой выбираться Сейчас она Все равно меня услышит Прибежит Вот сюда Охота мне Не зимой Говорю А сюда Охота мне Приходить летом По налиму По нарубалке Такой соскучился Там и Олег Приедет Опять с вахты Будет о чем Побеседовать Пообщаться Я буду рассказывать Ему о своем Спортивном сезоне О мне О своей Прошедшей работе На зимнике Будем сидеть На берегу Таскать налимчиков И даже У него налимчик К счастью Это вот в этом Все А сейчас Вот я говорю Не успеваешь Отдохнуть От поезда Поезду И хорошо Что у меня Между кубком Кировской области И кубком России Будет перекур Я даже рад Потому что Соревнования Сейчас на Не то что Поднадоели Поднадоели мне Сильно дороги Я уже не могу Переносить их Я домой Прихожу Мне надо Двое суток Отходить Просто сутки В одну сторону Едешь Соревнуешься Сутки В другую сторону Едешь Это Друзья Реально Перебор Видите Одогнала меня Сидит опять Из лап Ледышки Двуколупа Там По реке Побегала По наледи Там Налипала У нее Хорошо Так К волосням Шерсти Ну и все Я тоже Загрузился Дальше Опять Сейчас я ее буду Гонять Она сейчас В форме Себя держит Лучше чем я Спортивная А так Друзья В лесу Снегу Сразу На мой взгляд Раза в два Стало Больше Чем было Я вчера В полях Пытался Ездить На ноту Собаке Друзья Это конечно Возможно Но очень Тяжело Ему То есть Надо Ждать Пока Вот Теперь Снег Посядет Вот Пухляк Вот сейчас Вот реальный Такой Нереальный Для него Он везти Увезет Но Не ушатывать Собачку Неохота Неохота По последнему Льду Полетать По реке В поисках Рубавского Счастья Погнали Продолжение следует Что ж Мы дома Ну сейчас Покажу Что за посылка Пришла Друзья Мы дома Посылка В руках Посмотрим Что пришло В каком качестве Ну я знаю Что там Блин Мне кто-то в гараж Нормально Зажил Приходится Кухонным Что это Хозяйство Расчейкивать Больше Два Друзья Друзья Вы помните Что у меня была Коптилка Пришла Недавно Я Обратил Внимание Что Кое-чего Может сказать Что не хватает Для полной Композиции И Дозаказал Коптилки На том же Сайте Кое-что Коптилку Мне Придется Использовать Потому что Коптилка Холодное Копчение Помните Кто не ел Там Найдите Видео Зимой Ну просто Холодный Дым Будет Подступать Там Коптить Быстрее Заберли Копилки В общем Надо Все равно И ждать Когда будет Температура Таки Более Подходящие На улице Так Я буду опять Куча пенопласт Я просто Ненавижу Пенопласт Давайте Тихонько Достаю У меня уже Сердце Пробивает Когда Просто Вижу Пенопласт Не то Что Сушу Вот Друзья Что Там Что Тут Такая Штуковина На первый взгляд Кому-то Может быть Непонятно Что Такое Объясню Она Прикручивается Коптилки И через Эту Вот Приспособу Это Охлаждение Дыма То есть Дым Через нее Выходит Уже Охлажденный А там Напрямую Когда Дымогенератор Прицепляет Дым уже Теплый Подходит И Не в этом Дело Там Ящик Сам Деревянный Коптилка Очень Небезопасно Коптить Таким Делом А тут Вот Все Есть Что Прикрутить К стенке Сюда Потом Соберу Покажу В общем Просто Хотел Для вас Объясниться Здесь Собирается Конденсат Лишний От дыма Мало И Что И Просто Она просто Охлаждается Дым Ссылка Описаний Обычно Похоже Я не знаю Радиатор Несколько болтов И Одна Большая Железяка Ну В общем Все Что Хотел Показать Показал Дальше Коптилку Когда Уже Будем Тестировать Друзья Я полностью Покажу В сборе Как Это Будет Увидеть И Вообще Как Коптилка На мой взгляд Стоит Она Труги Нет Но Это Говорю Еще раз Ближе К лету Как И Там Не знаю Потому Что Сейчас Обещать Буду Коптить В ближайшее Время Что Нет Смысла Потому Что Нельзя Такую Температуру Мне кажется Он же Что Либо Коптить Хорошая Охота Попрелась Что Либо Копченое Но Не буду Сейчас Либо Коптить Просто Ей Корсю Продукт И Сделаю Какую-то Неправильную Летбобу Этой Коптилке А так В теплом Потом В теплое Время Сделаем Все И Посмотрим Интересно Стоит Она Твой Нет Нет Филиппона Обалдешь Да Обалдей Будет Еще таких Филиппонов Поверь Что Друзья Как-то Так Снимать Ничего Неохота Если честно Так Мне бы Вот этот Кубок Киросков Власти Отработаем И Потом Уже Будет Возможность Наверное Живицами Какого-то Выбраться У меня Там Две Недели Свободного Времени А так Настрой Надо Доработать Сезон Вот этот В целом Вся зима Это только Живовный Спорт Все Будет Отдаваться Ему Все силы И На съемку На избушке На все Это делал По веснянке Ближе к весне Но на дальнюю Избу В любом случае Выбираться На времени Нет Катастрофически Его не хватает Времени Для избушек Для ночевок Просто Не понимаю Все День рождения Кстати Хорошо Что день рождения Как раз Перед отъездом То я думал Еще и попадет Так что День рождения В поездке На кубок России Обмечать Там у нас Уже Бот У одного Человека День рождения Но об этом Всем позднее Ладно Друзья Всем спасибо Увидимся На моем канале Ну и завтра На рыбалочку Съездим еще Видите это Новостями Всем пока